Всем привет, дорогие друзья! И с вами я, ваш психолог Эльвира Емельяночкова. И сегодняшняя тема нашего видео будет «Как влюбить в себя мужчину всего за несколько встреч». Итак, какие же секреты соблазнения существуют? Мы сегодня рассмотрим с вами 4 секрета. Итак, первый секрет – будьте открытой. Да, именно это я советую. Кайфуйте от себя, любите себя, идите на свидание в прекрасном настроении. Потому что мужчина будет считывать ваше состояние. И, конечно же, ему приятно общаться с той женщиной, у которой нет проблем. Либо она настроена на какой-то позитивный и прекрасный лад. Ни в коем случае не нужно, особенно на первой встрече, рассказывать о ваших кредитах, о ваших неудачных первых знакомствах, о ваших предыдущих отношениях. Пускай это будет какая-то тайна, которой вы, возможно, поделитесь, но не скоро, не сейчас. Быть открытой, легкой, в общении, позитивной, улыбаться, наслаждаться сегодняшним днем – вот ваша главная задача – любить себя, как женщину. Конечно же, приходить на свидание красивой, ухоженной, с легким макияжем, с красивой прической. И обязательно нужно выглядеть женственно, если вы хотите, чтобы вас видели и ценили именно женщину. Если мужчина пригласил вас в ресторан, не нужно заказывать себе первое, второе, третье и компот. Вы можете спросить у него совета, что бы ты мне посоветовал заказать. И тогда уже, если он вам заказывает, пожалуйста, соглашайтесь. А так, любое свидание можно провести просто за чашечкой кофе и не более, чтобы мужчина не подумал, что вы пришли на свидание только для того, чтобы покушать вкусный ужин за его счет. Ничто так не сближает людей, как улыбка и смех. Да, смеяться нужно, но там, где это уместно, разумеется. Смейтесь над его шутками, сама попробуйте повеселить его. Это располагает к дальнейшему общению. Ваша легкость, ваш позитивный настрой и, конечно же, ваш юмор. Итак, мы переходим ко второму пункту удачного соблазнения. Это, конечно же, ваше умение слушать его и восхищаться им. Вам нужно постараться побуждать его больше рассказывать о себе. Да, какой ты молодец, да что ты говоришь, ну надо же. Искренне удивляйтесь его рассказом. Смейтесь, где это уместно. Задавайте вопросы и даже можете попросить какой-то совет, который действительно вам может в чем-то пригодиться. Восхищайтесь его умом. Ведь для мужчины это самый главный, самый сексуальный его орган – ум. Не нужно во время вашей беседы смотреть по сторонам, демонстративно зевать и показывать, что вам скучно. Если не совсем интересная тема, вы можете переключить ее, задать какой-то другой вопрос, спросить его про хобби, спросить его, где он раньше учился и чем вообще он занимается в свободное время. Постарайтесь искренне сосредоточиться на его рассказе. Никуда не отвлекайтесь. Подтакивайте ему, кивайте головой, улыбайтесь, задавайте встречные вопросы. Ни в коем случае не копайтесь в этот момент в телефоне. Покажите ему, что в данный момент вы полностью заинтересованы в нем, в его рассказе. И для вас это очень важно. Имейте в виду, что внутри каждого мужчины живет тот маленький мальчик, который хочет, жаждет, чтобы им восхищались, его одобряли. Поэтому, пожалуйста, сделайте это. Скажите, ну ты даешь, ты такой интересный, меня восхитил твой рассказ. Любому мужчине это будет очень-очень приятно, ведь вы подняли его самооценку. Итак, дорогие девушки, мы подошли к третьему этапу в наших пунктах соблазнения. Это не конкурировать с ним в достижениях. Это табу. Не нужно даже на первой и на второй встрече рассказывать ему о ваших всех достижениях, о ваших дипломах, о ваших участиях и наградах в проектах, о том, какой вы замечательный руководитель, сколько высших образований у вас есть, что вы купили и так далее. Мужчина может это немножечко насторожить, потому что это он, мужчина, должен хвастаться достижениями. И его мужчину, другие женщины и другие мужчины, кстати, оценивают по достижениям. А женщину должны любить просто так, вопреки всему, только потому, что она женщина. И ей не нужно никому что-то доказывать. Ее любят просто потому, что она сама любит себя, потому что она женщина и несет в этот мир красоту. И если даже рассказывая о своих достижениях вы ничего не имели в виду, мужчина может подумать, что вы хвастаетесь или даже соперничаете с ним, потому что он подумает, ну, она такая крутая и руководитель, и проекты, и высшее образование, и материальное благо. А что я? Чем я могу похвастаться перед ней? А мне хвастаться с ней нечем. Раз она такая сильная, умная и достигаторша, где же тут я? Мне тут рядом с ней места нет. Поэтому это огромная ошибка, когда девушки начинают хвастаться своими достижениями уже на первых свиданиях. Этого делать не нужно. Придержите это как секрет. Расскажите потом, либо он сам, пускай случайно об этом узнает. Любой мужчина захочет рассказать вам только то, что он сейчас может вам рассказать, и то, чем он хочет поделиться с вами, в какой сфере он хочет открыться вам. Воспринимайте эту информацию нормально. Сегодня он рассказал одну информацию, завтра он может рассказать вам нечто большее. Открытие его души, его сердца будет прямым пропорциональным тем доверительным отношениям, которые будут выстраиваться между вами. И четвертый пункт в моем списке соблазнений – это игра. Конечно же, вам нужно играть. Вам нужно показаться и капризной девочкой, вам нужно проявить себя как эротичная девушка, вы можете проявить себя как заботливая мама, ну, либо как хозяйка. И эти все роли нужно как-то умело чередовать. Очень важный момент в том, что в отношениях вас должно быть мало. Вы постоянно куда-то ускользаете. Вы постоянно чем-то заняты. Выбирайте время для свидания сами. Если, допустим, после свидания мужчина спрашивает, когда вы хотите снова встретиться, или давай еще встретимся, вы можете сказать то время, которое удобно именно вам. Не нужно постоянно подстраиваться под него. Он должен понять, что у вас есть тоже интересная жизнь. У вас есть работа, у вас есть коллеги, у вас есть хобби, у вас есть родители, у вас есть друзья. И вы как будто на первых порах улетучиваетесь от него. Убегаете, ускользаете. Он должен понять, что не только вам он интересен. Другие тоже хотят проводить с ней время. И другим она тоже интересна. Поэтому назначайте свидание сами. Говорите так. Ну, мне удобно в четверг после работы с 7 до 9. И если в это время ему неудобно, назначайте следующее время. И ничего тут такого нет. Вы можете самостоятельно назначать время будущего свидания тогда, когда вам удобно. Если во время вашей встречи вам звонят по телефону, пожалуйста, отвечайте. Не нужно сбрасывать. Не нужно полностью быть сосредоточены на нем, как на иконе. Молиться на мужчину тоже не нужно. Вам позвонили, вы извинились и потихонечку ответили. У вас есть своя социальная жизнь. Этот мужчина должен как-то вписаться в нее. Не нужно ежесекундно смотреть телефон и проверять, прислали он вам какой-то смс, либо нет. Даже если он прислал. Дайте себе возможность, дайте выдержать паузу. Не отвечайте прямо сразу молниеносно. В переписке можно соблюдать эти дистанции временные. Если было бы что-то срочное, наверняка он вам бы позвонил. А так как это смс-переписка, можно и подождать. Можно создать интригу. Не сразу отвечать, а через какое-то время. Вам нужно будет учиться быть играющей. Один шаг вперед, два назад. Один шаг вперед по отношению к нему. И два шага в сторону. Вы постоянно с ним вроде бы вместе, но вроде бы и раздельно. То есть мужчина, он охотник, у него должно быть постоянное желание за вами гнаться, вас заполучить, вас догнать, вас настигнуть в какой-то момент. Это настоящие инстинкты, которые никто не отменял. Поэтому играйте. Особенно этим нужно заниматься в период конфетно-букетного периода. Когда еще страсти у нас кипят в отношениях, когда хочется этой игры. И мы наслаждаемся этой игрой. Мы подстраиваемся друг под друга. Это невероятное ощущение. Поэтому не стоит сразу прибегать к быстрому сближению. Потому что если вы сразу сойдетесь и будете жить вместе, уверяю вас, вас захлестнет быт. И там начнутся обиды и все, что касается дальнейших этапов отношений. Но пока вы находитесь на стадии ухаживания, обратите внимание то, как ухаживают в мире животных самцы за своими самками. Самки, они бегают. Их нужно догонять, прежде чем они вступят в контакт. То же самое и с нами, с людьми, происходит та же самая история. И она прекрасна. И в заключение этого видео хочу сказать вам, что вы можете предложить своему молодому человеку экстремальное свидание. Ну, допустим, пойти в тир пострелять. Либо пойти на каток, покататься на лошадях. Либо спросить у него, о чем он мечтал, но никогда не мог позволить себе. Либо никогда не поехал туда, куда хотел попасть. И попасть с ним вместе туда. Поехать туда вместе. Как-то развлечься. Как-то сделать так, чтобы было удивительно приятно вам обоим. Потому что такие яркие встречи, они запоминаются на долгие годы. Пускай он думает и понимает, что вы готовы к разным ярким экспериментам. А для тех, кто уже столкнулся с ревностью в отношениях, специально для вас я оставлю ссылку под этим видео, которое будет называться «Он ревнует меня к инстаграм», где вы можете узнать, как же справиться в этой ситуации, если ваш молодой человек ревнует к вас, к социальным сетям. Ну что, дорогие мои, на этом все. Буду говорить вам до свидания. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки к этому видео, пишите в комментариях, какие новые видео вы хотели бы еще посмотреть на моем канале. А с вами была я, ваш психолог Эльвира Емельянчикова. Всех вас люблю и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»